Помощь в любое время. Из-за распространения коронавируса жители старше 60 лет просят селеть дома. Выходить не нужно даже за продуктами. В покупке и доставке помогают волонтеры. О том, как проходит День добровольца, узнала моя коллега. На этот раз список продуктов короткий. Крупы, хлеб и что-нибудь к чаю. За покупками волонтеры идут в магазин. Обязательно сохраняют чек. Мы покупаем продукты, затем отправляем фотографию чека и нам обратно переводят в средство. Весной 2020 года волонтеры отрабатывали более 100 обращений в день. Сейчас в среднем до 10 заявок. Одну из них подала Раиса Калинина. Ей 82 года, живет одна и на улицу не выходит. У меня был запас продуктов, так что хватало. А когда запас кончился, так я уже это просила Олесю. Добродушие они проявили к старому человеку. И всем ходят, помогают. И пусть им доброго здоровья им будет. Продукты, лекарства и другие товары первой необходимости просят доставить не только пожилые люберчане. За помощью обращаются и те, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья. Это, наверное, состояние души, когда ты людям помогаешь, увидишь, как они тебе благодарны. Просто потому, что ты принес им продукты. Наверное, это дороже всяких денег. Стать волонтером может любой человек с 14 лет. В команде Люберецкого штаба сейчас 147 добровольцев. Это те, кто принимает заявки и доставляет товары первой необходимости. Нам звонит человек и говорит, нам нужна ваша помощь. У нас есть волонтеры, которые сидят в колл-центре нашем на базе волонтерского штаба. Они принимают заявку и ее обрабатывают. То есть распределяют по секторам и отправляют уже волонтерам. Если это поликлинические какие-то истории, рецептурные лекарства, то мы отправляем в поликлинику, мы готовим рецепт, потом приходим его забираем. Также обязательно нужно убедиться, что перед вами не мошенник. Все добровольцы зарегистрированы в штабе. Волонтеры носят при себе индивидуальные бейджи с печатью и номером телефона их руководителя. Чтобы обратиться за помощью, нужно позвонить по одному из указанных номеров телефонов.